Ключевое слово const можно использовать и при определении ссылок. Однако стоит помнить, что ссылки сами по себе являются неизменяемыми. То есть, если мы однажды определили ссылку, которая ссылается в некоторую переменную, то дальше, используя эту ссылку, мы сможем изменять значение этой переменной, но мы не сможем сделать так, чтобы эта ссылка указывала на какую-то другую переменную. Поэтому, если вы попытаетесь создать ссылку и указать, что она константная, то компилятор выдаст ошибку, потому что подумает, что вы ошиблись. Он и так знает, что ссылка неизменяема. Однако, есть смысл определять ссылки на константы. В этом случае вы сможете обращаться к значению данной перемены, но не сможете ее изменить. Использование константных ссылок позволяет избежать копирования объектов при передаче функции. Так, например, если мы определим функцию, которая вычисляет середину отрезка, то мы сможем передавать сам отрезок в эту функцию по константной ссылке. При этом при вызове такой функции не будет происходить копирование объекта типа отрезок, а будет просто происходить передача ссылки на нее. Важно отметить, что константная ссылка, в отличие от обычной ссылки, позволяет инициализацию при помощи rValue. Ссылки обычные можно проинциализировать только значением rValue, а константные ссылки можно проинциализировать в том числе и значением rValue. Например, можно вызвать функцию, вычисляющую середину отрезка, от временного значения типа сегмента. То есть можно создать здесь временное значение, проинициализировать его двумя точками 0,0 и 1,1, и передать в функцию midpoint. Если бы функция midpoint принимала обычную ссылку, то есть там бы не было слова const, то данный код не скомпилировался, потому что временное значение типа сегмента не является значением типа rValue. Продолжение следует...